МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В современное время стали попадать пришельцы из прошлого и будущего. Может ли это означать, что коллайдер искривил пространство? И время похоже на лабиринт, в котором можно легко заблудиться. Запуск коллайдера увеличивает вероятность искривления пространства и времени при электромагнитном влиянии силовых полей. С запуском коллайдера, в принципе, произошли многие изменения. Совпадение это или не совпадение, но в определенное время на фотографиях начали появляться как раз те люди, которые, как нам кажется, действительно путешественники во времени. 2009 год. Нью-Йорк. В полицейский участок доставили 44-летнего Эндрю Калсина. Его обвинили в махинациях с ценными бумагами. Владея всего 800 долларами, мужчина, играя на бирже, за две недели сколотил состояние в 350 миллионов. Мошенника арестовали и попытались узнать у него все детали финансовой махинации. Как же удивились полицейские Нью-Йорка, когда игрок признался, что все биржевые ходы он знал заранее, потому что прибыл из 2256 года. Здесь такие деньги, то все равно это повлияет на будущее. По-любому. Так как сами деньги, они в нашем времени являются, как сказать, аккумулятором экономики. То есть они что-то подзаряжают определенное. Если он заработал эти деньги, и он материально, физически присутствовал в будущем, и эти деньги тут заработал, зная, что было в прошлом, и на этом он сделал ставки на бирже, то есть Эндрю Калсинь, он, в принципе, может быть и путешественником во время. Вскоре вся информация о незнакомце исчезла, как и он сам. Объяснить подобный феномен американским ученым не удалось. Но они предположили, что именно запуск коллайдера мог образовать пространственные и временные разломы. По своим свойствам они напоминают черные дыры. Эти загадочные объекты поглощают все окружающее и за счет этого значительно разрастаются. Как именно протекает время в черной дыре, неизвестно. Но ученые предполагают, что человеку, попавшему туда, будет казаться, что его движения ускоряются. В то время как сторонний наблюдатель будет видеть, что человек в черной дыре замедляется и как будто находится в состоянии невесомости. Вот такой черный дыр. Это такая структура пространства времени, когда есть область пространства, в которую световой сигнал поступает, а обратно материальные частицы не вылетают. В тот момент, когда частица, скажем, пересекает этот горизонт, с ней, с частицей, ничего не происходит. Она не рвет, с ней ничего не происходит. Но если с точки зрения отдаленного наблюдателя, просто как бы время, ну скажем, частицы посылают какие-то нам сигналы, время между этими сигналами увеличивается. Научные открытия последних столетий убедили человека в том, что наш мир – это модель трехмерного пространства. Ее измерение – длина, высота и ширина. Но можно ли утверждать это со стопроцентной уверенностью? Ведь пять веков назад люди были уверены, что Земля плоская. Возможно, что измерений значительно больше. И есть четвертое, пятое и даже десятое измерения. Есть пространственно-временной континуум. И это наше четырехмерное пространство. Одно время и три координаты. И мы здесь вот с вами живем и разговариваем здесь. Есть такая замечательная теория суперструн. Вот эта теория суперструн может быть сформулирована только в десятимерном пространстве. То есть одно время и девять пространств. Есть такая гипотетическая М-теория. Она, видимо, в одиннадцатимерном пространстве. Одно время – десять пространств. Были разные дискуссии на тему того, может ли быть два времени, три времени. Наши предки считали, что мир похож на пчелиные соты. Параллельные миры, как маленькие ячейки, очень близко расположены друг к другу. И для того, чтобы перейти из одной ячейки в другую, не нужны никакие особенные приспособления. Человек сам себе машина времени. Но только избранные легко могут путешествовать по измерениям. Для них в году существует два дня, когда они без труда могут переместиться в какую угодно эпоху. Первый день – праздник Ивана Купалы или Навий день. Второй – зимнее солнцестояние, 22 декабря. Наши предки делили весь мир на явь и навь. Явное – то, что мы видим, а навь – то, что скрыто от наших глаз. И только в эти два дня приоткрывается граница между явным и неявным. Некоторые люди умеют перешагивать эту границу во сне и заглядывать в свое прошлое и будущее. Мои сны иногда сбываются. То есть мне сначала что-то снится, потом это происходит через какое-то время наяву. Татьяна долгое время занималась хоккеем с мячом. Души не чаяла в своем тренере. Сильный, уверенный в себе. Его физической подготовке и крепкому здоровью можно было позавидовать. Но неожиданно девушка побывала на его похоронах во сне. И я была именно на похоронах. Не на похоронах, даже когда прощались с телом. Я помню точно, что это было какое-то большое здание, ну, зал какой-то большой. Вот, в центре стоял гроб, ну, с тренером. И вокруг было очень много людей, которые, ну, как бы ходили все вокруг. Я была там. Татьяна проснулась в холодном поту. Сон был настолько реален, что девушка испугалась. А вдруг он сбудется? Прошел месяц, Татьяна уехала из родного города в Москву. А вскоре пришло невероятное известие. Подруга по команде сообщила Татьяне, что тренер умер. Все происходило, как в том сне, с точностью до деталей. После того, как умер мой тренер, да, и он действительно умер, я, как бы, думаю, вдруг, ну, правда, есть такое, что... И мне недавно приснился сон, да, что умер тоже один человек. Я теперь с ужасом, как бы, думаю, что это может сбыться. И мне очень страшно от этого. Приехать на похороны тренера Татьяна не смогла. Тогда-то она и осознала, что просто-напросто опередила время, попрощавшись с тренером во сне. Возможно, именно во сне открываются временные порталы. И человек не просто видит красочные картины мира, а реально переживает иную жизнь в ином измерении, сонном зазеркалье. Возможность существования других измерений допускает и наука. В физике существует теория суперструн. Ее в начале 70-х годов прошлого века создал итальянский физик-теоретик Габриэль Венециано. Гениальный ученый допустил возможность существования дополнительных измерений. Быть может, сегодня Большой Адронный Коллайдер сможет ответить на вопрос, что такое время, и поможет найти другие временные измерения. Большой Адронный Коллайдер, одна из программ его, связанная с попыткой обнаружения дополнительных пространственных измерений. Существует такая гипотеза, что вот эти дополнительные измерения не совсем уж маленькие. Ну, как вам сказать, это 10 минус 17 сантиметр могут оказаться. И если они таковые, то мы ждем экспериментальных подтверждений. Каких бы размеров ни оказались параллельные миры, доказательство их существования перевернет мировую науку. И теории о черных дырах и кротовых норах не будут казаться чем-то из области фантастики. Именно поэтому столько внимания приковано к коллайдеру. Ведь по одной из гипотез при запуске может произойти не просто искривление пространства. Он приведет к созданию так называемой кротовой норы. А это целый временной туннель. Если вход в подобную нору находится, например, в Москве, а выход в Лондоне, то, войдя в нее, человек через мгновение окажется в любой точке мира. С такой невероятной скоростью можно перемещаться даже в космосе и за мгновение преодолеть расстояние в миллионы световых лет. Кротовая нора – это многообразие с такой топологией, ну, скажем, которая оправдывает свое название. Вот, скажем, понятно, что такое сфера, правда же? Это сфера, это мы живем на поверхности футбольного мяча, например. Вот представьте себе, что мы живем на многообразии, на таком, на котором это яблоко и червяк сделал такой туннель. Кротовые норы или червоточины позволяют мгновенно путешествовать во времени. Гипотетически путешественник попадает в червоточину и просто исчезает на глазах у всех. Затем необъяснимым образом появляется в другом пространстве и времени. Это означает, что наш современник, попавший в подобный тоннель, может оказаться свидетелем Бородинского сражения. Вы вот бросаете, скажем, монету в этой комнате. У вас либо орел, либо решка. Третьего у вас не дано. А если вы наблюдали, что у вас монета исчезла, значит, что-то произошло. Вот примерно такое же может происходить, если есть у вас кортовый норак. Вот это ушла монета. Представить, что исчезла монета, можно, но вот вообразить, что прямо на глазах у вас испарился человек, почти нереально. Хотя истории известно немало случаев, когда человек исчезал или появлялся на глазах у изумленных свидетелей. И если из некоторых таких путешествий кто-то возвращался обратно в свое время, то в большинстве случаев люди пропадали навсегда. Так, в 1950 году человек в одежде прошлого века неожиданно как из воздуха появился на Тайм-сквер в Лондоне. И в то же мгновение был сбит машиной. Расследуя это необычное происшествие, детективы Скотланд-Ярда выяснили, что этот человек пропал бесследно больше века назад. Время тоже имеет несколько измерений. Оно объемное. То есть оно может уходить в другие... Вот именно говорят, ушли в другие измерения. Это не ушли в другие измерения какие-то непонятные, это ушли в другие измерения времени. Некоторые исследователи убеждены, что человек безо всяких технологических возможностей самостоятельно может перемещаться в пространстве. Тайна перехода во времени может храниться в Шлиссербургской крепости. В старину ее называли Русская Бастилия. Это была самая страшная тюрьма Российской империи. Из нее не было совершено ни одного побега. С этой тюрьмой связывают множество легенд. Некоторые из них имеют реальное подтверждение. Так, несмотря на суровый климат, смесь сырости с холодом, некоторые ее узники, на удивление, выходили из заточения совершенно здоровыми, даже помолодевшими и доживали до преклонных лет. Писатель Андрей Синельников уверен, что узники могли путешествовать во времени. Когда ты путешествуешь в других измерениях, то ты путешествуешь и во времени в том числе, идешь по вектору в обратную сторону, и ты вылечиваешься от того, что твой организм постоянно омолаживается. Вот такое вот побочное явление путешествия во времени, если говорить о путешествии во времени. Возможно, резкое омоложение узников может объяснить теорию относительности Эйнштейна. Физик предположил, если человек движется в обратную сторону относительно бегущего времени, то процесс старения замедляется. Это означает, что движение во встречном векторе против времени провоцировало бы организм на омоложение. Но откуда узникам был известен секрет путешествий во времени? Легенды гласят, что в одной из камер крепости хранился свиток с секретом временных путешествий. И составил их один из самых знаменитых шлиссербургских узников, польский офицер-майор Валериан Лукасинский. Его называли шлиссербургский аббатфария. Так вот, ходила такая история, что он с собой привез секрет путешествия во времени, который ему передал вечный жид Гасфер. И поэтому он столько живет, потому что он, заходя в камеру, закрытый в камере, он путешествовал по другим мирам, через временные порталы, уходил, и не только у нас, но и на другие планеты, и так далее, и так далее. В шлиссербургской тюрьме Валериан Лукасинский провел 46 лет, до самой смерти. Тюремному коменданту приказали государственного преступника царства польского содержать самым тайным образом, чтобы никто не знал даже его имени и откуда он привезен. Действительно, о времени заточения Лукасинского ничего не известно. Но некоторые историки считают, что в тюрьме потомственный дворянин, знающий несколько языков, всерьез увлекся тайной времени. Свои мысли он записывал в дневник в виде зашифрованных посланий. Куда делся дневник после его смерти, неизвестно. Но история на этом не закончилась. Через 16 лет, в 1884 году, в роковую камеру номер 7, где когда-то сидел Лукасинский, попал участник покушений на царя Александра II, Николай Морозов. И вскоре он нашел тайник. И стал обладателем волшебного свитка. Но как прочесть зашифрованное послание? Ведь текст написан на древнем арамейском языке. Чтобы прочесть, дневники Лукасинского Морозов выучил египетскую письменность и мертвые языки арамейский, ассирийский и самаритянский. Революционер просидел в тюрьме 21 год, после чего посвятил себя науке. И не случайно, ведь в своих научных трудах он сильно опережал время. Тогда-то спецслужбы заинтересовались необычными разработками Морозова. И вскоре предложили возглавить ему Институт времени Академии наук СССР. Ученому были предоставлены все условия для новых открытий. И вскоре Морозов заговорил о шестом измерении. Он считал, что время, оно может двигаться как в одну сторону по вектору, так и в другую сторону. Это два, скажем, измерения времени вперед и назад. Был такой Роберт Людвигович Бартини, известный авиаконструктор. Он говорил так, Николай Николаевич Морозов дошел до шестого измерения, я пойду дальше. И дошел он вроде как до одиннадцатого. У каждого из нас свое чувство времени и собственные биологические часы. Так за одно и то же время люди делают разное количество дел. Исследователи из медицинского колледжа Бейлор в США решили проверить, как человек ощущает время в экстремальных ситуациях. Ведь принято считать, что во время стресса время для человека замедляется, и он воспринимает мир как замедленную съемку. Ученые набрали группу добровольцев. Волонтеров сбросили с высоты 50 метров спиной вперед и без страховки. После прыжка добровольцы признались, им казалось, что их падение составляет вечность. По ощущениям, они падали намного дольше реального времени полета. Есть эффект замедления времени, эффект Хоринцевского, сокращение размеров, эффект замедления времени. Это свойство специальной теории относительности. То есть времени есть понятие абсолютное. Зависит от той системы отчета, в которой вы делаете измерение. Это основное свойство специальной теории относительности. Это замедление времени. И это есть экспериментально подтверденный, экспериментально подтверденный факт, конечно. Гениальный советский астрофизик Николай Козырев доказал, время это особый вид энергии. И все процессы на Земле происходят в тесной связи с ним. Время либо поглощается, либо наоборот выделяется. Чтобы доказать это, ученый создал в лабораторных условиях особые зеркала. Они должны были уплотнить энергию и открыть портал в другое время. Зеркала Козырева – это алюминиевые или зеркальные плоскости в виде спирали. Они отражают физическое время. Для того, чтобы понять, как время влияет на человека, внутри камеры с зеркалами устанавливали кресло. На короткое время туда помещали испытуемого. Эксперименты показали, внутри зеркал люди пережили самые разнообразные психофизические ощущения. Им казалось, будто они выходят из собственного тела. Также были зафиксированы случаи появления телегенеза и трансляции мыслей на расстоянии. Эти и другие эффекты, полученные в ходе экспериментов, до сих пор не нашли своего объяснения. В принципе, Козырев, он как бы, да, выдвигал идею, что действительно при определенных технологиях можно сделать идеальное зеркало, которое может чуть ли не переотразить человека, даже чуть ли не на атомном уровне, и переместить его в другое пространство. Козырев не случайно использовал зеркала для перехода в иное пространство. Ведь человечество издревле считало зеркала магическими предметами. Об их свойствах ходили страшные слухи. Маги, например, видели в них будущее. Зеркало закрывали, если в доме был покойник, опасаясь, что его душа останется там. Не так уж и далеки были наши предки от истины. Многие исследователи и сегодня считают зеркало переходом в иной мир. В годы Второй мировой войны немцы тоже использовали зеркала для секретных разработок. Среди них проект «Солнечная пушка» невероятных размеров орбитальное зеркало, которое мощным лучом должно было высушивать реки и сжигать целые города на территории противника. По указу Гитлера был создан целый секретный институт Аненербе. Одним из его направлений было изучение времени. Мы упоминали здесь Аненербе, и оно занималось, соответственно, занималось исследованием времени. Это обязательно. Наши спецструктуры занимались и их занимались. О сверхсекретных разработках Третьего рейха ходили легенды. Машина времени была необходима Гитлеру, как воздух. Фашисты считали арийскую расу высшей. Именно они должны были достигнуть мирового господства. А для этого им необходимо было проникнуть вглубь истории и получить знания от древнейших цивилизаций. С машиной времени это становилось возможным. О месте проведения сверхсекретных разработок знал лишь узкий круг посвященных. Историк Сергей Трифонов считает, немцы создавали свою машину в Кенигсберге. Мы находимся на одном из самых загадочных мест древнего Кенигсберга современного Калининграда. В военный период последней войны 1945 год это Параденплац. Здесь находился штаб последнего Кенигсберга, последнего генерала Кенигсберга Отто фон Ляш. В подземном помещении этого здания по предположению историка и должна находиться машина времени Третьего рейха. Вот только обнаружить ее невозможно. Вход охраняют древние магические ворота. Это уникальные ворота, единственные в мире ворота с 88 рунами. Спецзаказ Ананербе. Почему 88? Два символа бесконечности и руны, пробитые на одной створке и на другой, и с обратной стороны фиксируют это место как место сокровенное, место тайное. Эти ворота показывают о том, что внизу под бункером на большой глубине до 16 метров находится сокровищница. Разгадать алгоритм рунических ворот мечта многих исследователей Кенигсберга. Но историк Сергей Трифонов ближе всех подобрался к ответу. Он первым под толстым слоем краски обнаружил тайные знаки. С тех пор исследователю приходится много времени проводить в архивах, ведь только там можно найти какие-то зацепки. Историк выяснил, что когда-то на месте бункера стоял памятник известному философу и ученому Эммануилу Канту. И не случайно. Кант говорил, что все может исчезнуть, но само время не может быть уничтожено. В 18 веке он читал лекции не только по философии, но и по физике и математике. А студенты Канта серьезно увлекались возможностью перемещений во времени. Немцы считали, что Кант мог оставить после себя ценные сведения о машине будущего. Вот на этом месте стоялась культура Эммануила Канта. Генерал приказал ее отодвинуть. И, как я уже говорил, за 41 день ускоренными темпами они это создали, это прочнейшее убежище, бункер Ляша. Для создания сверхмашины ученые Анненербе собирали по всему миру магические знания предков и искали им практическое применение. В архивах Третьего Рейха были найдены чертежи и четкое объяснение принципа управления тонкими физическими материями. С помощью контроля над гравитационными и магнитными полями появлялась возможность создать аппарат, который мог перемещаться во времени. Машина времени Третьего Рейха не была статичной камерой, она вращалась. Под воздействием такого вращения изменялось не только гравитационное поле, но и пространственно-временные характеристики. В конце войны здание, где хранились уникальные данные, подверглось бомбардировке. Там же находились и чертежи машины-времени. Теперь путь к ним закрыт. Ведь без разгадки зашифрованного рунического кода проникнуть за ворота невозможно. А сложить рунические знаки в один текст никому пока не удалось. Ру на месте, если человек не чист душой, если он имеет темные замыслы относительно ценностей, он будет поражен мечом дьявола с двух сторон. Перезношенная антиартерия. Что бы вы ни делали, эти ворота не пустят в вас главного сокровища. Но не только немцы занимались разработкой машины-времени. Параллельно с работой Анненербе в 1943 году на базе ВМС США проводился сверхсекретный эксперимент «Радуга». Результатом должна была стать полная невидимость кораблей для вражеских радаров. В эксперименте участвовал эсминец Элдридж. Невероятный проект по задумке американцев должен был ускорить исход Второй мировой войны. На эсминце у Элдридж было поставлено сверхмощные генераторы, которые создали магнитное поле особого типа, благодаря которому корабль был перенесен в другое измерение. Потом, когда это поле исчезло, корабль вернулся, но уже в другом месте. То есть, попросту говоря, вышел за пределы наших известных нам трехмерений. Военные создавали электромагнитный пузырь. Он должен был изменять внешнее электромагнитное поле вокруг эсминца. Но в ходе эксперимента случилось непредвиденное. Элдридж, на борту которого находилась команда из 180 человек, просто исчез. От судна остался только зеленоватый туман. Через мгновение эсминец возник прямо из воздуха в Норфолке, штат Виргиния. В сотни миль от места эксперимента. Из всего экипажа живыми вернулось только 20 человек. Остальные умерли от ожогов, облучения и поражения электрическим током. Самое интересное, что информация об ситуации с Солденцем появилась в 59-60-м годах. Но разоблачать его взялись только недавно, то есть уже где-то в 98-99 год. И вот собрали старшего помощника выживших членов экипажа вот эти древние старики подтвердили, что ничего не было. Само по себе вот этот метод опровержения он просто подчеркивает, что это была просто попытка замять инцидент. Эксперимент «Радуга» известен также под названием «Филадельфийский эксперимент». И после его завершения военные силы США продолжали подобные опыты. В начале 50-х корабль «Темерман» оснастили генераторной установкой. По силе воздействия она в несколько раз превосходила предыдущую. Мощность в 400 герц увеличили до 1000. На «Темермане» установили новые парогазовые установки, которые давали 1000 лошадиных сил. Это мощность не эсминца, это мощность линейного корабля. На эсминце нужды никакой ставить такой сверхмощной двигательную установку нужны не корабль проходил около 6 лет, а затем его сдали на металлолом. Ни одного дня «Темерман» не был в боевом составе ВМС США. Для каких нужд создавался этот корабль и что за задание выполнял его экипаж? Эта информация до сих пор хранится под грифом «Секретно». Министерство обороны объявило о том, что на «Темермане» испытывались какие-то излучения сверхвысок частот. И все. Больше об этом ничего не было известно. Советский Союз не мог остаться в стороне от экспериментов со временем. Так, в 1976 году в Севастополе по проекту Невского проектно-конструкторского бюро началось сверхсекретное переоборудование судна «Диксон». Загадочная надстройка для судна весила 900 тонн. Модернизация корабля была настолько масштабной, что участие в ней принимали почти все предприятия страны. Естественно, в советское время о том, что находилось на корабле «Диксон», его назвали «Диксоном», никто ничего не говорил. Судя по всему, эксперимент на «Диксоне» был связан с созданием каких-то сверхмощных магнитных полей, которые имитировали или даже создавали переменное гравитационное поле, точнее, гравитомагнитное поле, которое могло искривлять положение, искривлять пространство и время. То есть корабль мог перемещаться как в пространстве, так и во времени. Для чего были нужны эти мощные установки? Одна из версий на «Диксоне» испытывались лазерные пушки. Их разрабатывали для уничтожения американских спутников-перехватчиков, которые тогда планировали разместить на орбите Земли. Но была и другая версия. Генераторы нужны были для попытки переместиться в другие измерения. Но эта информация так и осталась версией. После раздела Черноморского флота экспериментальный корабль отошел к Украине, после чего его продали на металлолом. Правда, российским специалистам удалось вывезти с корабля большую часть сверхсекретных блоков и узлов. Может быть, их планируют использовать для нового эксперимента со временем? Все современные теории и гипотезы бессильны перед временем. Возможно, чтобы создать машину для перемещения в пространстве, у человечества просто не хватает ресурсов. А значит, без вмешательства внеземных цивилизаций нам ее не изобрести. Может ли машина времени быть послана из космоса? Точно так же, как к нам на Землю попадают метеориты. Кандидат технических наук Сергей Сухинов уверен, что может. Несколько лет назад в Подмосковье он нашел необычный летающий объект. Я еще в 1995 году обнаружил в Подмосковье в 25 километрах от Москвы кратер огромный, который считается кратером от падения гигантского болида. Где-то километр на километрах. Ну, немножко овальный он. На дне этого кратера я обнаружил камень, который я поначалу принял за такой железнокаменный метеорит. Вот две находки, которые, я думаю, перевернут мир и в частности в отношении технологии. Кратер сейчас заполнен высохшим болотом. Глубина, я думаю, этого болота около метров 50-60. И остальные обломки, наверное, находятся в глубине этого болота. Ну, возможно, они разбросаны и по окрестности. Взрыв был, я думаю, достаточно сильный. Поэтому обломки другие найти можно и нужно. При подробном изучении обладатель находки заметил странные знаки, не похожие на обычные метеоритные углубления. Тогда Сергей начал фотографировать части метеорита и рассматривать при большом увеличении. И вскоре он пришел к выводу, что это не метеорит, а обломок инопланетного зонда. Об этом говорили многочисленные символы, вкрапления металла и провода, которые проявлялись на разных частях обломка. В одной из этих каверн я обнаружил удивительный фантом появления провода, который, видимо, когда-то присутствовал в этом зонде, но потом во время прохождения через атмосферу этот провод исчез. Но когда мы проводили съемки этого камня специальным фотоаппаратом с мощными вспышками, этот зонд, видимо, напитался энергией и неожиданно для всех для нас в одной из каверн появился провод. Космические зонды с 1964 по 70 годы запускались в СССР для изучения Венеры и Марса. Может быть, подобные аппараты запускали и для изучения нашей планеты? Но если это инопланетный зонд, то кто его запустил? И сколько тысяч лет он должен был лететь до Земли? Сергей Сухинов предполагает, что зонд был оснащен машиной времени. Машина времени должна быть обязательно встроена в инопланетный дальний зонд, иначе он просто не имеет смысла. Логически я предполагал с самого начала, что эта машина должна быть в нее встроена. Кроме того, при большом увеличении исследователь обнаружил на обломке загадочные символы. При подробном изучении Сергей Сухинов нашел в некоторых символах сходство с египетскими иероглифами и пришел к выводу, письменность египтянам подарили другие цивилизации. Возможно, именно они послали космический зонд, обломок которого был обнаружен в подмосковном лесу. Вот этот знак очень интересный, на мой взгляд, это знак Солнечной системы, это Солнце, это Земля, это Луна, здесь 12 планет, а согласно древним верованиям, шимеров и египтян, на нашей Солнечной системе 12 планет, включая Солнце. Вот я нашел знаки, два аналогичных и на моем артефакте. Вот очень интересный иероглиф, смысла я его не знаю, но вы смотрите, какие точные аналоги есть на моих камнях. Это знаменитый иероглиф египетский. Может ли это быть обломок инопланетного зонда, который преодолел миллионы световых лет благодаря машине времени, только предстоит разобраться. Но Сергей Сухинов уверен, металлические вкрапления, загадочные символы, все это говорит о том, что это следы деятельности внеземных цивилизаций. И эти знаки для нас сохранило время. Ученые давно доказали, что время обладает памятью. Через определенный промежуток оно может заново воспроизводить одни и те же детали, влияя на судьбы людей и определяя их жизнь и смерть. 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас, выстрелом из винтовки был смертельно ранен 35-й президент США Джон Кеннеди. Спустя много лет исследователи, которые занимались расследованием убийства, наткнулись на необъяснимые факты. При подробном изучении жизни 35-го президента США выяснилось, что самые значительные события совпадают с эпизодами жизни 16-го президента Америки Авраама Линкольна. Таких совпадений более 17-ти. Вот только некоторые из них. Линкольн был избран в Конгресс США в 1846 году, Кеннеди в 1946 году, сто лет спустя. Президентом Линкольн стал в 1860-м, Кеннеди в 1960 году, сто лет спустя. Обоих президентов убили в пятницу в присутствии их жен. Оба были убиты пулей, попавшей в голову. Линкольн был убит в театре Форда, Кеннеди был убит в Линкольне машине фирмы Форд. Имя личного секретаря Линкольна было Джон. Фамилия личного секретаря Кеннеди была Линкольн. Швейцарский психиатр Карл Густав Юнг утверждал, что говорить о случайности в подобных случаях неуместно. В жизни самого психиатра было несколько подобных временных дежавю. Однажды к психиатру на прием пришла молодая женщина. Она рассказала, что в течение долгого времени ей снятся редчайшие жуки скоробей. Скоробей один из самых почитаемых символов древнего Египта. Египтяне верили в его могущественность и считали, что этого жука рождают пески пустыни. В то время, как пациентка описывала свои ночные кошмары, психиатр услышал, как что-то массивное ударилось о стекло. Когда он открыл рот, чтобы ей рассказать, что по символике жук скоробей означает перерождение, в этот момент в окно ударился жук скоробей. И он открыл окно, и жук влетел. И никогда до, и никогда после жуков скоробей в этой местности не было. Пациентка упала в обморок, а Карл Густав Юнг открыл понятие синхронистических событий времени. Объяснить такие совпадения современная наука не может до сих пор. И все мы знаем такие примеры, когда мы о чем-то думаем, и в этот момент на тему наших раздумий по телевизору передают там новости или там звучит песня, где такие же слова. Ученый-физик Дэвид Джозеф Бом объяснил эту временную аномалию другим способом и создал голографическую картину мира. Бом предположил, что весь порядок Вселенной содержится в каждом пространственно-временном участке. У этих участков есть прошлое, настоящее и будущее. Другими словами, наш мир похож на голограмму, а это значит, что абсолютно все, что происходит в одной части мира, отражается в других измерениях. Дэвид Бом полагает, что наш мир трехмерный это некая виртуальная реальность. на самом деле мы есть некая голограмма, двумерное пространство, которое свернуто, вот третье как бы третье измерение объемное, в том числе и время, оно как бы свернутое. И возникают они только тогда, когда голограмму освещают с разных сторон лучи лазера. Когда лазерные лучи начинают освещать эту голограмму, она становится объемной. формируется трехмерный объект. Человек способен такой объект воспринимать как реальность. По этой теории времени как такового нет. Это лишь виртуальная реальность, которая присуща нашему миру. А значит, весь мир это наше восприятие. Человек ощущает связь времени через память. Прошлое, настоящее и будущее. Когда какой-то из трех составляющих не хватает, человек теряет смысл всего происходящего. Отсутствует связь времен. мы помним, что было там вчера, что было год назад, и мы знаем, что есть сейчас, и таким образом у нас возникает некое ощущение, что есть время. Известный философ Августин когда-то сказал, когда меня спрашивают, что такое время, я этого не знаю, но когда меня не спрашивают, то я знаю. И действительно, у каждого из нас есть свое восприятие времени, но никто не знает, что такое время на самом деле. Означает ли это, что время субъективный фактор? И его действительно может просто не быть? Разные модели, например, модель типа Пена Уиллера, где нету пространственно-временного континуума, но я бы так сказала, конечно, есть разные модели без времени, ну и без пространства. Большинство современных ученых придерживается трехмерной модели пространства и вопрос о путешествии во времени ставит их в тупик. Потому что возникает так называемый парадокс дедушки. На минуту представим, что мы перенеслись в прошлое и убили своего дедушку. Означает ли это, что мы не родимся на свет? Если вы убьете дедушку, то не родится девушка, правильно это? Но есть вероятность, что она по-любому родится, так как эта энергия присутствует. И если этот дедушка не будет ее, так сказать, предком, то появится другой дедушка. Будет восполнен этот пробел. Но это только догадки. Может ли пришелец из будущего изменить свое прошлое? Неизвестно. Зато истории известны случаи, когда путешественник из будущего брал с собой в прошлое вещи, намного опережающие это время. Этот фотоснимок был сделан в 41-м году прошлого века. На фотографии масса людей. Жители провинциального города собрались посмотреть на открытие моста. Из толпы выделяется парень. Модная стрижка, свитер необычного для того времени покроя, майка с фотопечатью. Теперь такую можно купить в любом магазине. Но где мог взять ее житель 41-го года? В руках у молодого человека фотокамера, на глазах модные солнцезащитные очки. Эксперты проверили снимок, следов монтажа не обнаружили, значит, фото настоящее. Но главное даже не подлинность фото, а то, что на нем запечатлен человек из будущего. По поводу фотоаппарата до сих пор идут споры, либо это новая модель, либо это какая-то компания, уже майка с фотопечатью. Тогда якобы этого не было, то есть самой технологии ни шелкографии не было, ни трансферной печати, термо-трансферной, ничего такого не было. И рядом с ним, в этой толпе, никто, то есть из толпы никто не был похож даже приблизительно на него, то есть по одежде, либо по образу вообще, вот как он выглядел. То есть он действительно выделялся. Как же этот человек, очевидно попавший из будущего, оказался на фото 41-го года? Точного объяснения исследователи дать не смогли, но предположили, что этот юноша мог быть частью хрономиража, явления, которое ученые не могут объяснить. Хрономираж это явление, которое происходит в каком-то конкретном географическом, с географическими координатами месте, где в информационном поле планеты Земля в данном случае, да, там запечатлились какие-то события. Это может быть трагические события, может быть и какие-то совершенно ферические события. Нижегородская область. Несколько лет назад на озере Светлояр отдыхающие заметили странное свечение. На воде появились огни, а через секунду возник древний город. Ворота охраняла стража в доспехах, вооруженная луками и копьями. Десятки людей видели, как в воде отражаются яркие купола небольшой городской церкви и утверждали, что даже слышали их звон. По легенде, когда-то в этом месте находился таинственный град Китиш. Но что стало с городом и поселением вокруг, неизвестно. Город просто растворился во времени и теперь на его месте ежегодно появляется этот хрономираж. Так же неожиданно, как и исчезает. Хрономираж сам, он имеет определенную цикличность. Мы не можем сказать, что мы попали в эти координаты в этот момент времени, и у нас здесь хрономираж появится. Нет, должно произойти ряд наложений циклов. эти циклы не всегда мы их можем как-то угадать, потому что мы не знаем до конца всю природу, почему происходит наложение. Подобные хрономиражи возникают во всех уголках Земли. На острове Крит каждый год в одно и то же время над морем появляется необычный туман и над водой возникает панорама военной баталии. В бою сражаются сотни воинов, отчетливо слышны крики и звон оружия. Историки поясняют, что этот хрономираж небольшой отрывок боя, который произошел в этих местах 150 лет назад, во время греко-турецкой войны. Одни ученые считают, что такой оптический обман результат распространения световых волн в воздухе. Другие утверждают, это искривление пространства времени. Некоторые ученые считают, что информационное поле Земли, оно накапливается и происходит такие провалы во времени, в пространстве. 14 июня 2011 года над кукурузным полем недалеко от Чикаго появился горящий самолет. Это была отреставрированная легендарная летающая крепость времен Второй мировой войны Б-17. Набрав высоту, лайнер с пятью туристами на борту оказался в плотном тумане. Внезапно послышался гул, взрывы и пулеметные очереди. Когда самолет загорелся, все исчезло. Пилот сумел посадить горящую машину на кукурузное поле. Пассажиры почти не пострадали, но самое удивительное, что после того, как останки самолета потушили пожарные, в его топливных баках действительно оказались отверстия, похожие на следы пуль. Причиной катастрофы стал внезапный скачок во времени. На несколько секунд самолет был отброшен в прошлое и сбит фашистскими истребителями. Пока существуют только версии, объясняющие феномен перемещения во времени. Например, новосибирские ученые доказали, что предметы определенной эпохи обладают информацией о своем времени, и это может приводить к спонтанному образованию межвременных каналов. Ведущий научный сотрудник лаборатории нейтринной астрофизики Института ядерных исследований получает проблемы перемещений во времени на уровне космического пространства. Ученый убежден, перемещения во времени происходят во Вселенной уже много миллиардов лет. Воротами времени являются так называемые черные дыры. В центре нашей галактики расположена черная дыра с массой 4 миллиона масс Солнца. Размер горизонта, куда можно подлететь, порядка миллиона километров. Вот можно к этой черной дыре подлететь. Это горизонт. Ближе подлетать опасно. Тогда улетишь внутрь не вернешься. Этот порог ученые назвали горизонтом событий. Притяжение черной дыры за его пределами настолько сильное, что вылететь наружу не может даже свет. Именно поэтому дыру и назвали черной. Однако рассчитать, что происходит внутри, астрофизики все-таки смогли. Пространственные координаты внутри черной дыры становятся временем. А время внутри черной дыры становится пространством. Внутри горизонта событий есть еще один горизонт. Он называется горизонт Каши, или внутренний горизонт. Вот между двумя горизонтами там опрокидывается время, становится пространство пространством временем, а если вот ближе подлетаете под горизонт Каши, это в честь французского математика Каши называется. Там возникает опять нормальная область, типа как снаружи черной дыры. И вот там могут быть планеты орбит или частицы чего угодно. И там можно жить. Опубликованные в конце 2011 года результаты работы группы астрофизиков под руководством Докучаева стали сенсацией. Им удалось доказать возможность существования внутри черных дыр высокоразвитых цивилизаций. Горизонт событий скрывает от нас многочисленные планеты, населенные разумными существами. Более того, сами черные дыры могут оказаться созданными высшим разумом тоннелями времени. Летите по космосу на космическом корабле и видите некое такое темное образование. А это есть вход в другую вселенную. Это черная дыра. Вы в нее ныряете, испытываете там некие приливные сильные эффекты и выныриваете в другую вселенную за короткое время, за одну секунду. Возможно, именно так в наш мир попадают многочисленные НЛО. Правда, вернуться обратно через черную дыру нельзя. По теории относительности движение во временном туннеле возможно только в одну сторону. Но и на эту тему у ученых есть свое решение. В рамках теории относительности кроме черных дыр есть и белые дыры. В черную дыру я только влетаю и не могу вылететь. А из белой дыры наоборот я только вылетаю а влететь не могу. И вот в нашей вселенной могут быть и белые дыры и черные. и нырнув в черную дыру я влечу в другую вселенную и с белой дыры там вылечу. А в той вселенной я должен нырнуть в правильную в нужную черную дыру которая меня выведет в белую дыру в нашей вселенной и я вернусь туда обратно. Когда-нибудь эти тоннели будут нанесены на звездные карты. Путешествия в далекие миры станут неудивительнее современных полетов на орбиту Земли. А машина времени станет конструктивным элементом каждого космического корабля. Сколько в нашем пространстве измерений? Могут ли они искривляться? На эти и другие вопросы ученые пока не нашли ответов. Современная наука слишком несовершенна, чтобы разгадать загадки вселенной и понять, что же такое время и как оно появилось. Сколько человек не пытался, он так и не смог создать машину времени и понять, возможно ли путешествие в другие измерения? Возможно, Вселенная просто оберегает нас от информации, в которую люди еще не готовы поверить. Человек может не удержаться перед соблазном поменять прошлое, но чем закончится такое вмешательство? Ведь изменение незначительной детали в прошлом может лишить человечества будущего.